В Гомеле сотрудники МЧС спасли девочку, едва не выпавшую из квартиры на девятом этаже. Ребенок в открытом окне балкона. Тревожное сообщение поступило накануне на номер службы спасения от случайного прохожего. Попасть сразу в помещение спасателей не смогли. Чуть позже это удалось сделать при помощи автолестниц. Как оказалось, кроме четырехлетнего ребенка никого дома нет. О беспечных поступках одних родителей и бдительности других материал Александра Добрьяна. Ксения Мельникова сама воспитывает годовалую дочь. Говорит, сердце чуть не остановилось, когда в открытом окне напротив увидела стоявшую во весь рост девочку. Увидела, что вот именно на девятом этаже на балконе стоит девочка. Сильно кричала, звала Никиту и уже вниз вот так вываливалась, перекидывалась через балкон. Вот, и в общем, я думаю, сначала балуется, потом смотрю, она сильно плачет. Я спросила, ты одна дома? Она говорит, да. Я говорю, а где родители? Она, позвони маме. Я говорю, сейчас позвоню. От этого диалога над пропастью в 30 метров стынет кровь. Но следователь по профессии Ксения Мельникова сумела справиться с эмоциями. Попросила маму вызвать спасателей, а сама продолжала уговаривать девочку закрыть окно. В глазах уже было то, что вот сейчас, 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 каждую секундочку она выпадет. Вот это самое ужасное, самое ужасное. И хотелось уже увидеть, увидеть, что ее спасали. Пока помощь была в пути, сотрудник МЧС оставался на линии и говорил, как вести себя с девочкой. Еще одно обстоятельство, которое могло внести свою лепту в развитие ситуации. Прежде чем установить автовышку, спасателям пришлось перепарковать, в том числе и вручную, несколько легковых автомобилей. Переполненная дворовая стоянка в очередной раз стала препятствием на пути спасения человеческой жизни. В то время, как внизу разворачивали лестницу, Сергей Лунев уже был у двери квартиры на девятом этаже. Его задача была отвлечь ребенка от опасного места. Легко постучал в дверь. Самое главное, это не напугать ребенка в такой ситуации, чтобы у него не началась паника. И довольно быстро установил контакт. Это оказалась девочка, которой 4 года. Никого из взрослых дома не было. Никита, тот самый, которого так звала 4-летняя Диана, ее 9-летний брат. Пока он не ушел на улицу, они вместе играли на балконе. Твои сумки-то гуляли там. На балконе? Ага. А потом? А потом вышли. Сегодня Никита и Диана под присмотром бабушки. Мама весь день отвечает на вопросы в различных инстанциях. Суть их сводится к одному. Почему малолетний ребенок остался дома один? Бывая я на работе, вот, например, была и дочка как раз под малолетней работой. Бывает, что не с кем уйти, но мы всегда все закрываем и уходим. Но не будет нам их, бывает, что дети. Редкий родитель не покривит душой, если скажет, что хотя бы на 5 минут никогда не оставлял ребенка одного дома. А между тем, цена этих 5 минут очень часто человеческая жизнь. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель.